Здравствуйте, уважаемые друзья! По просьбе моих белорусских друзей я хочу выполнить для зимы, но не только для зимы, она актуальна, круглый год, нимфа. Это собирательный образ. Напоминать может практически любую. И бокоплава, и ручейника, и любого жучка-паучка, который живет в этой стадии. Я взял крючок граб-шримп, 14 номер, огрузил свинцом, который прокатан, и слегка его сплющил. Нить я буду использовать где-то порядка 8-0-6-0. Здесь большого значения не имеет, главное, чтобы она была достаточно крепкой. Пока я не обматываю ни тело, ничего не подготавливаю, я подвожу нить к загибу. Мы сейчас с вами должны закрепить те материалы, из которого будем изготавливать. Традиционно, я уже проверенный вариант, проверенный вариант уже в этом году, мы будем изготавливать его в черных цветах. с использованием обмотки вот таким люрексом. Все элементы я креплю для того, чтобы не нарушать симметрию моего тела. у окончания свинца подхватили и буквально до, не доходим до середины загиба, вполне нам будет достаточно. В качестве тела я буду использовать обыкновенную, как обычно я вам уже показывал, нитку ровница. Если ее нет, можно заменить на вот такой, допустим, силикон черного, баклажанного цвета, но желательно коричневого, чтобы они были у нас темных цветов. Тоже имеет вариант. Я что-то наподобие уже изготавливал. Также немножко подтягиваем нашу нить, чтобы она у нас доходила до края свинца. Теперь аккуратненько мы ее подхватываем и подровняем тело, не доходя до 2-3 миллиметров, изготовим тело из нашей черной потом нитки. Мы с вами изготовили тело, сделали обмоточку нашим люрексом. Крючок я поставил в удобное для себя положение. Как я уже говорил изначально, мушка довольно-таки простая и изготавливается быстро. Я подготовил 2 перышка павлина. Если у вас нет, этого пера можно заменить на блестящий даббинг, который я уже неоднократно вам показывал. Вот такой спектродаббинг. Крепим наши перья. Закрепили. Отводим их в сторону. И нам теперь необходимо с вами опять взять вот такой наш люрекс. Но учитывая то, что уже толщина здесь значительно большая, нам его подрезать с вами не надо. Я буквально за местом крепления нашего пера прихватываю с одной и с другой стороны. Золотой, серебряный, это вы уже как сами для себя определитесь. Это вариант изготовления нимфы при условии, если у вас, допустим, нет блестящих шариков, латунных. И за счет этого мы придаем дополнительно нашей мушке привлекательность. Поэтому это у нас будет выступать в качестве привлекающего элемента. Окончательно подхватим наш люрекс. Уводим нить в колечко, сделаем парочку узелков, чтобы наша нитка не убежала. И должны мы с вами изготовить достаточно пышную, объемную грудку. Учитывая то, что в нашем варианте нимфа будет хорошо терзаться окунем и другой белой рыбой. Здесь желательно нам, конечно, немножечко добавить клея, суперклея, для того, чтобы мы дополнительно хорошо закрепили наше перо. Я не армирую, поэтому в этом варианте лучше, конечно, так. И начинаем формировать нашу грудку. Проматываем пару хороших раз у места крепления люрекса. И теперь аккуратненько движемся нашим пером колечко. Закрепим наше перо. остатки удалим. И теперь мы с вами должны аккуратно наклонить наш вот так люрекс. и желательно в верхней части его закрепить. Чтобы две половинки у нас были равны. Перепроверились. Подтянули, если необходимо, подровняли. Меня вполне устраивает. и теперь как всегда я беру переламываю вот так замком. Уже здесь достаточно мы с вами закрепили. И аккуратно теперь удалим наш люрекс. Добавим капельку клея. И теперь уже окончательно здесь сформируем головку. вот мы с вами закрепили все материалы. Я капнул буквально капельку лака на импровизированную головку. И довольно-таки привлекательная нимфа, которая проверенная уже. Хорошо работает практически по любой белой рыбе. Пробуйте в разных оттенках. То есть вот такой универсальный я уже проверил. Можно этот люрекс заменить на белый голографический или же чем-либо другим. Вот и все друзья мои. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. встреч.